Здравствуйте! Пандемия коронавируса и другие потрясения прошлого года серьезно повлияли на рынок труда. На что обращают внимание профессиональные HR-специалисты при подборе кадров? Как найти работу в новых условиях, чтобы получать от нее не только моральное удовлетворение, но и хороший материальный доход? Об этом поговорим сегодня с руководителем отдела подбора персонала Татьяной Кириленко. Здравствуйте! Здравствуйте! Действительно, большое влияние оказала и пандемия, и всевозможные другие кризисы на экономику в целом и на рынок труда. Что сейчас в трендах? Безусловно, пандемия оказала большое влияние, но мы собираемся, работодатели собираются, соискатели. Никто не сидит на месте, и все по-прежнему ищут работу. Вакансий на самом деле достаточно, и специалисты на рынке тоже есть. Их только нужно правильно уметь искать. А что делать самим специалистам, которые, возможно, хотят сменить работу или оказались временно без работы? Ведь не у всех есть опыт в поиске непосредственно вакансий, таком эффективном, возможно, с переездом в другой регион. На что обращать внимание? Как найти работу своей мечты? Для того, чтобы правильно начать поиск работы, безусловно, стоит определиться, что же хочется, какие вакансии будут актуальны, что рассматривает соискатель. Если кардинально хочется сменить сферу и двигаться дальше по карьерному треку, что-то новое для себя, приобретать новые знания, новый опыт, нужно, конечно же, подготовиться к этому. Безусловно, это постоянное развитие, и прежде чем выйти на рынок труда, нужно подготовить соответствующее резюме, которое будет отражать ваш опыт или какие-то наработки в этой сфере. Допустим, человек долгое время работал бухгалтером, но сейчас ему захотелось попробовать себя в сфере продаж, и дальше он планирует двигаться до руководителя отдела продаж. Это вполне такой возможный вариант, такой трек карьерный, но нужно быть готовым к этому и объясняя и описывая свои навыки бухгалтера, когда работал соискатель в другой сфере, нужно так или иначе писать и описывать тот опыт, который релевантен именно новой вакансии. Понимаете, должно быть все поэтапно описано для того, чтобы уже когда специалист по подбору персонала или непосредственно сам работодатель видит резюме, он понимает, что это не просто бухгалтер, который вдруг сегодня встал и решил, что он теперь не бухгалтер, а что этот человек готовился к новой профессии. Есть ли советы по составлению резюме? Стоит ли подробно там расписывать свои таланты или наоборот максимально сухо и сжато перечислить образование, места работы? Как лучше делать? Здесь все зависит от вакансии, на которой вы претендуете. Конечно, если мы рассматриваем какую-то серьезную вакансию инженерную, зачем там писать и составлять креативное резюме? Опять же, если это будет проектировщик, который, например, должен показать какие-то свои навыки владения еще другими программами или тем более маркетолог, то здесь уже, конечно, резюме должно быть креативным и описание его должно быть более легким, подача должна быть такой продающей. А если это какая-то вакансия, не знаю, там даже врач, да, нам хочется видеть в этом специалисте, прежде всего профессионала. Да, профессионала, поэтому, может быть, в каком-то даже назывном формате перечислить те скиллы, которые присутствуют у этого специалиста. Следующий этап, допустим, резюме прошло отбор предварительный и соискателя пригласили на собеседование. Как себя вести, на что обращают внимание HR-специалисты, может быть, физиогномика даже, поведение, жесты? Как произвести максимально хорошее впечатление? Здесь, конечно же, нужно быть собой прежде всего, потому что я считаю, что HR-ы, они такие, их не проведешь. Они действительно обращают внимание и на язык тела, жесты, мимику, то, как человек говорит, задают такие вопросы. Интервью тоже ведь могут быть разными. Сейчас очень популярны кейс-интервью, когда HR предлагает какую-то ситуацию и хочет услышать, как потенциальный работник, соискатель будет вести себя в этой ситуации. Так вот, можно в резюме написать очень о себе какие-то высокопарные вещи, но при этом, когда ты приходишь на собеседование, даже сделав скидку на то, что ты можешь растеряться, волноваться, при этом нужно все-таки быть последовательным в своих действиях и говорить то, что было действительно на предыдущей работе. Чтобы тебя не раскусили, что ты немного приукрасил свою предыдущую биографию. Здесь есть большой вариант, да, что если ты что-то там приукрасил, то ты на этом будешь пойман. Не секрет, что подбор персонала зачастую достаточно суров и сложилась в определенный момент ситуация на рынке с так называемым эйджизмом, да, когда слишком молодых людей не берут на работу, потому что у них не хватает опыта объективно, а людей старше 40 не берут уже, потому что у них слишком большой багаж предыдущего опыта и, возможно, нет уже такой выносливости для определенного вида работ. Как быть с этим? Эта проблема существует и на нашем рынке тоже. Есть такое понятие, как эйджизм и обратный эйджизм, вот как раз когда дискриминация по возрасту более молодых, это обратный эйджизм, но в большей степени, конечно, употребляется вот в прямом смысле. И эта дискриминация, да, к сожалению, уже после 40 начинается, или даже там какие-то вакансии вообще ограничиваются 35 годами. Обычно это сфера развлечений, общепит, вот здесь совсем-совсем маленький период, когда хотят видеть соискателя, какого возраста хотят видеть. Фактически с 25 где-то до 40, 10-15 лет. Да, 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 10-15 лет. И если, например, посмотреть на западные страны, там, где специалисты, в принципе, на рынок труда выходят позже, у них эти границы несколько сдвинуты, и у них где-то до 50 активный возраст. У нас, к сожалению, сейчас вот пока такая тенденция, что 40, а после 40 уже сложно найти работу, устроиться, поменять работу. При том, что пенсионный возраст подняли. Да, и многие сейчас как раз обсуждают, что необходимы какие-то, может быть, программы, которые бы поддерживали работодателя и стимулировали его на то, чтобы он принимал специалистов более взрослого возраста. Это вполне могло бы быть хорошим решением этой проблемы, потому что пенсионный возраст подняли, но плюс я хочу обратить внимание, что соискатели сейчас, они тоже достаточно активны, успешны. Люди много занимаются спортом, развиваются, читают, и 40 лет — это только паспортный возраст. На самом деле, в 40 лет человек выглядит очень хорошо, и редко когда можно, в принципе, определить его точный возраст. В принципе, как мне думается, к 40 годам в большинстве сфер только набирается нужная профессиональная квалификация. Да, конечно, конечно. Но проблема, она, так скажем, только на точке входа стоит. И здесь важно, чтобы в компании HR как раз допускал сам для себя и в голове не имел этих барьеров, чтобы он рассматривал этих специалистов и показывал уже работодателю, и убеждал работодателя. Если говорить, например, обо мне, то я, в принципе, часто своим всем работодателям говорю о том, что давайте обращать внимание, и дело тут конкретно в каждом человеке может быть. И если я рекомендую этого человека, то есть отбор у меня проходят все соискатели, я не ставлю такие границы по возрасту. Индивидуальный подход практикуете. Да. Кстати, я еще хочу обратить внимание, что на задоконодательном уровне у нас запрещено на работных сайтах, например, указывать какие-то ограничения по возрасту, что в вакансии писать, что до 40 лет. Но на самом деле потом есть определенные пункты, которые HR задает, выбирает и уже, в принципе, просто не смотрит. Отсеивает. Да, да, к сожалению, так. То есть, подводя небольшой итог, можно сказать, что рынок труда на самом деле гораздо шире, чем видит его зачастую HR-специалист и даже руководитель предприятия. И, в принципе, на рынке труда достаточно специалистов, которые сейчас в данный момент ищут работу, и они достаточно квалифицированы. Они квалифицированы, они активны, они заинтересованы и очень мотивированы, на что стоит тоже обращать внимание. Мотивация, она очень важна тоже сейчас. Ну, спасибо большое, Татьяна, за интересную беседу. Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. А нашим телезрителям я напоминаю, что сегодня в студии программы «Интервью дня» актуальные тренды рынка труда мы обсуждали с руководителем отдела подбора персонала Татьяной Кириленко. Берегите себя и до встречи в эфире телеканала «Катунь-24». Татьяна Кириленко.